Привет, фанатам Эван Зай, это рубрика на мячах. Сейчас мы проведем челлендж с Андреем Старчоусом, побьем поворотом, кто меньше забьет, тот проиграл и несет победителя через полполя на руках как невесту, а потом возьмем у него небольшое интервью, собственно, сидя на мячах и разойдемся по домам. Старый начинает. Готов? Коля! Хорош! Лучше! Гудпай! А я считал. Это вырежем. Галя! Это гол. Давай, Грицы! Человек даже в ворота не попал. Разъяснись хоть. Честно скажу, что эти удары бывают бы завязанными очима. Мои или старого? Веха возвращает. Ну что, сухое поражение 2-0 от меня. Футболисты бьются таки точнее, чем журналисты, поэтому я сейчас несу старого через полполя на руках, почувствую себя невестой, а я женихом. Празднички, да? Сбором готовил. Сколько ты весишь? 69. Ага. 69. 69, говорит. 60. 51. 51. 52. 53. 53. 54. 55. Плакат команды Милан из Италии. Мой кумир Шевченко был. Футболка была. Это твой кумир был? Да, да, да. Весь Милан Андрея Пирло, Шевченко очень следил, потому что это наша и Украина. И сейчас главный тренер сборной Украины. Когда у тебя появился доступ к интернету? В классе, наверное, девятом. Еще этот проводный интернет старый. Грали еще в фифа, помню, в 2007-2006. Еще не было джойстиков на клавиатурах. Ходили там игроки тоже, чтобы играть в футбол. Просто футбол, это самое у меня детство. А было такое, что интернет появился, а ты сразу начал какие-то картинки скачивать в каких-то футболистов, команд, что-то такое? Да, было. Все на телефон, на заставки. У меня тоже там щоденники были с футболистами. Андрей Шевченко, Бехем. На этих футболистах я вырос, так можно сказать. О каких бутцах мечтал в детстве, ну или в юности, в подростковом возрасте? В детстве я за модой не гнался, можно сказать. У меня были обычные бутцы, там базарные. Футболка рыбровая, обычные бутцы, которые там самые дешевые. Просто у меня семья не могла позволить купить за большие гроши бутцы. А первое хорошее когда появились? Ну, первое хорошее. Это, наверное, закончение футбольной школы. Днепр в 80-е. Тогда у меня появились Мизуны. Мне подарил тату. И потом были предаторы, где я в них тоже выступал на чемпионате Украины. А сейчас какие? Мизуны. Когда ты впервые сыграл на центральном стадионе? Ой, это, наверное, 2013-2014 год. Это у меня был дебют в Черкасском Днепре. То есть до этого не играл по юношам, нет? Турнир был по юношам, но я уже так не особо помню. Это было, наверное, 10-12 лет. Я так не помню. А какой вообще самый лучший стадион, на котором ты играл когда-то? Ну и грав на ОСК «Металлист». Мы еще команда Черкащина была. Я помню, что мы почти всю игру в оборону без мяча. Тогда програли 3-0. Но такие приятные были эмоции играть на таком поле, где раньше выступали такие команды, как «Динамо», «Шахтер», «Металлист», «Днепро». Ну, очень приятно было побывать на таком стадионе. Назови какой-то матч, который уже состоялся, который ты бы хотел посетить. Вот вернуться назад и посетить его вживую. Подумай. Наверное, хочется вспомнить, как Славутич в полуфинале Кубка с «Шахтером» играл. Я был на этом матче, когда в Черкасах все трибуны были забиты. И тогда действительно был 12-й игрок на поле, который помогал команде гнать вперед и достойно сыграть в этом полуфинале. Хорошо, это в Черкасах. А какой-то мировой футбол? Любой матч выбери, какой бы ты хотел посетить. Наверное, Ливерпуль, Милан в 2005 или 2006 году, не помню. Ну, когда они сыграли 3-3, да? Да-да-да, это был фантастический просто матч. Самые жуткие условия в команде? Не только в профессиональной, но вообще такой аматорской и профессиональной. В аматорском чемпионате половина полей – это очень плохая качество. И в детском футболе это вообще отдельная тема. Там просто нет полей, там просто играют где попало, как попало. И очень плохие условия. А на профессиональном уровне там более такие уже поля достойные, можно сказать. Да, а в какой команде где ты был, были самые плохие условия для существования футболиста? Даже таких не помню, что все было более-менее нормальные условия. А ретро Ватутино? Там я слышал, вы в общагах жили. Ну, да, но нам тоже было бы в 16-17. Мы не обращали внимания на это, мы тренировались. И нам были такие более-менее хорошие условия для тренирования и для роста как футболиста. Есть какой-то момент в карьере, за который тебе стыдно? Да, не помню, чтобы так особо стыдно было. Да, было там, не забывал пенальти, было немного не по себе, но это футбол. Это бывает так. Нет такого, что там снится, каждую ночь какой-то там привоз на футбольном поле еще какая-то? Такого не могу сказать, не помню. Самый известный футболист, против которого играл? Это, наверное, кубковый матч с Карпатами, когда Карпаты приезжали на центральный стадион. Когда мы играли в Кубку в Украине, это был Караскаль, Марьян Швет и Артем Педецкий. Это были топ-звезды, да? Да, да. Почему Депот в Черкассах лучший район для жизни? Назови три причины. Близко до центра. Ну, как же близко? На окраине почти. Ну, Депот, ну, блин, хорошая инфраструктура там. Деликат там есть. Ну, все, я же не буду про Майдины. Не знаю, полно через кого до тебя, блин. Так, хорошо, сейчас будет на выбор два варианта, один выбираешь, быстро не думай. Танцы или кальян? Танцы. Котенок или щенок? Котенок. Кола или сок? Чай. Такого не было. Все, спасибо, Стар. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ